всем привет в этом году я решил перейти с изготовления ножей под заказ на производство маленьких партий ножей на продажу и начать решил с модели маленького пружинного ножа погнали сначала закупаю материалы для клинков взял закаленную нержавеющую стали элмакс убираю окалины и подгоняю под толщину два с половиной миллиметра просверливаю основные отверстия при помощи сверл по керамике аккуратно отбиливаю лишнее так чтобы не перегреть дисками для бормашинки делаю насечки на обухи скругляю грани на дульке выравниваю радиусы они часть механизма поэтому это очень важно также делаю насечки на плавниках для большей цепучести размечаю центры и снимаю спуски обух скругляю и делаю продольный сатин в рукояти делаю стеклотекстолита G10 цвета подобрал максимально разные чтобы каждый нож выглядел индивидуально по координатам сверлю основные отверстия таким образом мне удается добиться максимальной идентичности деталей размечаю контуры высверливаю внутренние части размечаю контуры обрабатываю внешние контуры работа с G10 надо осторожно его пыль очень вредна для организма пыль и от них много даже при работающей вытяжке в ближайшее время Фрезерую пазы для клипс. Остается только заполировать. Из 1,5 мм титановой пластины делаю заготовки клипс. При помощи специального штампа придаю им форму. Про этот штамп у меня есть отдельный подробный ролик. Каждую клипсу индивидуально подгоняю к рукояти. Так, чтобы не было люфта. Скругляю углы для большего удобства. И навожу красоту. Спейсеры делаю из титановой пластины. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Теперь остается сделать много мелких, но важных деталек. Из нержавеющих глухих гаек поэтапно делаю стопорные пины. Делаю латунные шайбы. Осевые стопорные втулки. Винтики. К каждому ножу изготавливаю стеклянную бусину на темляк. Но все равно за кадром осталось много мелочей. Например, подгонка деталей. Итак, камера настроена. Первый из партии красный. Ему сделал красный темляк со светоотражающим волокном. Цвет очень яркий и чистый. Вес 53,9 грамм. Второй белый. И мне удалось найти нейтральный белый без желтизны. Цвет выглядит современно. Вес 54,8 грамм. Третий зеленый. Очень ядерный цвет. Это самый яркий G10, который я когда-либо находил. Вес 54,1 грамм. Четвертый коричневый. Титановые клипсы, спейсеры, винты анодированы в бронзу. Это визуально объединяет рукоять. Вес 53,5 грамм. И последний, прозрачный, напоминает нефрит. Сквозь рукоять слегка проглядывает механика. Винты к клипсу и спейсер также анодировал в бронзу. Получился очень необычное сочетание. Под ультрафиолетом почему-то слегка светится. Вес 54,3 грамма. Размеры ножей. Баланс под указательным пальцем. При открывании нож блокируется. Люфты отсутствуют. Чтобы закрыть, надо поднять стопорный пин наверх. В закрытом положении клинок подпружинивается для безопасности. Также его можно открыть одной рукой при помощи плавника. Но к этому надо привыкать, потому что нож легкий и почти не имеет инерции. Материал рукояти G10 упругий и прочный. И выдерживает неплохие нагрузки для такого маленького и легкого ножа. У меня остались бракованные детали. И я решил слегка протестировать возможности этого материала. А на этом все. Ставьте лайк, если понравилось видео. Приобрести ножи можно через мой инстаграм. Ссылка в описании. Субтитры сделал DimaTorzok